Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Из книги «Открытым оком» тема «Война. Вопрос 2730-й». Вы говорите, что не нужно браться за оружие, и в то же время как-то сказали, что если бы в гражданскую войну попали, то были бы на стороне белых. Правда-то была на них стороне. Правда-то была на них стороне. «Горный Алтай был же освобожден от красноармейских частей, значит, Бог был за белых?» Отвечает Игнатий Лапкин. Говорил, что если бы был до встречи со Христом, пока еще не уверовал. Если бы вот такой был, какой я сегодня есть, то ни с кем не был бы, а был бы убит за то, что не взял оружие в руки. Бог назначил идти в плен, и нужно было покориться. В Горном Алтае было временное установление власти от генерала Унгерна. В скобках Ургу Улан-Батор. В октябре 1921 года подъезд Саул Кайгородов Александр. Он сам с Горного Алтая и знал их язык, местность, обычаи алтайцев. Был полным георгиевским кавалером в Первую мировую войну. С отрядом примерно в 2000 человек вошел в Горный Алтай. Пытался сходу взять Кош-Агач. Но порастерял людей убитыми, избежавшими. И осталось у него около 200 человек, с которыми начал освободительную войну. Иван Долгих по двухметровому снегу через Теректинский хребет в страшный мороз сумел зайти с тыла к спокойно спавшему Кайгородову в селе Катанду. И смирил его. Сняли с него голову, обложили льдом ее и повезли на показ своим начальством. И его жене для опознания, когда она сидела в барнаульской тюрьме, как заложница. Сколько горя он принес людям. Его храбрость ему нисколько не помогла. Когда он успел заскочить в погреб, захваченный сонный с чужой женой, как говорят. Иисус Новин 23, 5 Господь Бог ваш сам прогонит их от вас, доколе не погибнут, и пошлет на них диких зверей, доколе не истребит их, и царей их от лица вашего, и истребит их перед вами, дабы вы получили в наследие землю их, как говорил вам Господь Бог ваш. Исайя 59, 19 И убоятся имени Господа на западе, и слава его на восходе солнца. Если враг придет, как река, до новения Господа прогонит его. Опять трагедия, погибшие шахтеры, осиротелые жена, родители и дети. Истираясь лесоруб слезами своих детей, когда придет беда. Бесчисленные кровавые услуги от тех вещей, с которыми сроднился, всего, что есть, касали щита руки, когда я помнил их, о них молился. Будь может, те, неведомые мне, в дыму табачном матерились злобно. Их жаль тем более отчаяния сильней, вдруг оказавшихся на месте лобном. Благодарю за все, что на столе моем, Создателя, Творца, Зиждителя Вселенной. С Ним на молитве только мы вдвоем. Он неизменно вечный, и я мгновенно тленный. Запознанное и за то, что скрыто, за благо и за скорбь болезней чашских, за сваренное и за то, что сытый, в замерзлую постель когда-то ляжем. Бог и Егова пробуждает совесть, ведет к Евангелию, кормит столкованием. При славословии Христа исчезнет горесть. Мы подтверждаем собственное звание. Должник я всем, а мне хоть кто-то должен, хотя бы кто-то, где-то пусть один, что от греха удерживал, натягивая в вожжи и проповедовал до самых досидин. 19.02.05. Игнатий Лапкин Субтитры создавал DimaTorzok